Всем привет! Это видео записывается специально для канала Банковский. Сейчас я вам расскажу, как же сделать хорошую кредитную историю в Сбербанке. Потому что кредитная история, она влияет не только на кредит, который вы потом будете брать, а даже на тот момент, когда вы соберетесь устраиваться на работу, потому что работодатель даже может просмотреть эту информацию. Как бы все зависит от организации, куда вы устраиваетесь, потому что сейчас в основном везде службы безопасности проверяют вас в течение месяца, где-то даже и дольше, в полицию, к примеру, вообще два месяца проверяют, и то это, наверное, минимальный период. Поэтому кредитная история влияет даже на момент того, что вы соберетесь устраиваться на работу, возьмут вас или не возьмут. Но еще момент не забывайте. Отсутствие кредита это тоже не факт, что хорошая кредитная история. Обычное отсутствие кредита это больше идет галочкой к плохой кредитной истории. Поэтому, если вы никогда не брали кредит, то, соответственно, вам нужно начать с того, чтобы его взять. Ну и Сбербанк это, по-моему, самый подходящий вариант, если вы собираетесь взять деньги, и это будет, к примеру, ваш первый кредит. Для того, чтобы сделать хорошую кредитную историю, нужно как минимум подать заявку, чтобы вам ее одобрили. Чтобы одобрили заявку, нужно предоставить документы. Предоставьте справку с места работы о том, что вы работаете, и у вас есть чем платить этот кредит. Предоставьте справку о доходах. Предоставьте свои документы. Предоставьте какие-то документы на ценные бумаги, либо же на недвижимость, на автомобиль. То есть на какой-то список вещей, которые у вас есть ценные. Что банк, если вдруг что, у него есть какое-то подспорье в плане того, что вдруг вы не будете платить, и они могут компенсировать свои потери вашим имуществом, скажем так, да? Уже прям напрямую. То есть вот эти все моменты подтвердят то, что вы готовы платить, потому что я не думаю, что там из-за 100-200 тысяч, которые вы возьмете и платить не будете, вы готовы потерять свой дом или еще какую-то свою вещь, которая вам дорога и стоит денег. Поэтому банку это какое-то подспорье. Когда вы эти все документы предоставите, банк, соответственно, рассмотрит заявку, и тогда уже вам скажут, одобрено или не одобрено. Но по большей степени одобряют. Еще плюс одобряют тем, кто является зарплатником Сбербанка. То есть деньги перечисляются на банковскую карту Сбербанка, и у них уже через их счета проходит ваша зарплата. То есть они уже это, в принципе, сразу видят, когда у вас перечисление на банковскую карту. Поэтому это еще один плюс. После того, как вам кредит одобрят, если это у вас был первый кредит, либо это был кредит, одобренный после плохой кредитной истории, то платите кредит ежемесячно, без просрочек и без досрочного погашения. Потому что досрочное погашение тоже банк не очень любит. Почему? Потому что ведь в основном-то все кредиты с процентами, это там рассрочки единичные, случаи, которые идут без процентов. Все кредиты идут с процентами. И весь основной процент приходится на начальную стадию платежей. То есть если вы взяли это на 3 года, то первые полтора года у вас будут самые большие проценты и самый минимальный платеж, который идет на погашение основной задолженности. Поэтому банку, конечно, выгодно, если вы будете платить весь срок кредита ежемесячно, а не с досрочным погашением. Поэтому лучше вот в такой ситуации, если вам Сбербанк одобрил, то проплатите кредит каждый месяц, не допускайте просрочек и не делайте досрочного погашения. Тогда у вас будет хорошая кредитная история уже в Сбербанке сразу, но и потом в дальнейшем вы можете взять где-то кредит в каком-то еще другом банке. Это вот как бы вам будет такой вот момент, что вы сразу же одним кредитом можете свою кредитную историю улучшить на 100%. А это видео было записано специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok